Наша следующая история о войне-десантнике. Командире отделения 82-й десантно-штурмовой бригады с позывным ТАПИР. Михаил на войне с 2014 года. После нескольких ранений, лечения и реабилитации он снова вернулся в строй. Широкомасштабное вторжение России застало украинского воина на полигоне в Николаевской области. Там же он принял первый бой с противником. Командир отделения 82-й десантно-штурмовой бригады Михаил с позывным ТАПИР на войне с 2014 года. После Майдана добровольцем пытался попасть в батальон Донбасс. Но в итоге встал в строй в составе 79-й бригады. Думаю, это был правильный выбор. И мне повезло, что я попал именно в армию. Только украинские вооруженные силы могут справиться глобально с возникающими угрозами. За время российско-украинской войны Михаил получил несколько ранений. Но после лечения и реабилитации опять вернулся на службу. А когда путинские войска перешли в полномасштабное наступление, он вместе со своими побратимами находился на полигоне «Широкий Лан». Нам в 5 утра доложил непосредственно наш начальник, что авиации нашей нет в воздухе. Все, война, парни. Наши задачи какие были? Местная терроборона из Вознесенска передавала нашей артиллерии координаты. И наша артиллерия, соответственно, по этим координатам, которые передавались, сжигала российские колонны. А нашей непосредственно задачей было прикрывать артиллерию. Тапир рассказывает, лишь в первых числах марта удалось поспать в теплем. Проснувшись, увидел, как российский вертолет в открытую. В нескольких десятках метров от него уничтожают украинскую технику. А уже на следующий день к нему в руки попал польский аналог «Иглы» — Перун. Нам его привезли случайно парни, которых призвали в 95-ю. Их прикомандировали к нам. Они привезли своим гражданским, просто микроавтобусом, привезли нам те Перуны. Их забрали в артиллерию, поставили в окопы. И мне артиллеристы принесли на шестой этаж ящик, похожий на ПЗРК. Я его открыл и понял. Ого, это ж ПЗРК, а я умею из этого стрелять. И нужно как-то бороться с русскими. Освоив польское вооружение, при первой возможности там же в Раково-то персбил российский Ми-24. Противник, который сражается с нами, у них идея фикс — восстановить Советский Союз. Потому что россияне воспринимают Советский Союз не как Советский Союз, а как Россию. И то, что мы боремся за свою независимость. Сейчас они решили, что хотят решить украинский вопрос. А как они его решают? Демилитаризация, деноцификация. Что такое деноцификация? Убить всех людей, которые считают себя украинцами и хотят жить в украинском государстве. Для чего демилитаризация? Чтобы забрать у нас оружие и проще это сделать. Михаил уверен, то, что путинские войска не прекращают ракетные обстрелы по всей Украине, уничтожая инфраструктуру, разрушая дома мирных граждан. И есть геноцид украинского народа. Я хочу иметь свою страну. Я хочу разговаривать на украинском. Я хочу, чтобы моих поэтов, писателей не отправляли на соловки. Я хочу жить в свободной стране, где я способен влиять, где я могу выбирать, где я могу жить, а не существовать как раб. Но когда один человек там решает, заменя мою судьбу, и я должен ему повиноваться, это же ненормально. Мы свободные люди, нет вариантов, говорю же, с ними не договоришься. Воин убежден, как бы ни разворачивались события на фронте, лично для него украинский народ отстоит свою независимость и не уступит противнику ни пяде земли. Субтитры создавал DimaTorzok